Клинические рекомендации В каждой стране есть какие-то свои региональные клинические рекомендации, которые включают те или иные особенности, прежде всего, системы здравоохранения. И практически все данные клинические рекомендации опираются на клинические исследования, которые были проведены по международным протоколам, а также те, которые были проведены в конкретных странах. В данном докладе буду рассматривать рекомендации общемировые НСН и клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. Прежде чем приступить к лечению при обращении пациента с подозрением на базально-клеточный рак, перед доктором встает вопрос по точной диагностике. И здесь, согласно клиническим рекомендациям, мы должны выяснить жалобы пациента касаемого наличия этого новообразования, как оно себя проявляло, какой анамнез данного заболевания, как давно появилось данное новообразование и как оно протекало в течение жизни больного. Привести общий физикальный осмотр, который включает не только осмотр новообразования, по поводу которого пациент обратился, но включает полный осмотр всех кожных покровов на предмет выявления, возможно, дополнительных новообразований кожи, которые не являются поводом и причиной обращения пациента. Это выполнение дерматоскопии и патоморфологической верификации диагноза. При этом в клинических рекомендациях предпочтение отдается именно патоморфологической диагностике, предпочтение цитологическому исследованию мозгов отпечатков. И при подозрении на распространенный опухолевый процесс необходимо применение методов лучевой диагностики, таких как магнитно-резонансная томография, компьютерная томография или трото-звуковая диагностика. Особенно при подозрении прорастания опухоли кожи базально-клеточного рака в подлежащей структуре, мягкие ткани или кости. Принципиально важным для выбора того или иного метода лечения базально-клеточного рака кожи является понимание групп риска. И согласно рекомендациям СИН 2022 года выделяют две группы риска базально-клеточного рака. Группа низкого риска и группа высокого риска. Рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации также выделяют две группы риска. Низкого риска и высокого риска. В группе низкого риска относятся опухоли, которые располагаются, как правило, на туловище или в зоне Л лица. Это, как правило, опухоли с четкими ровными границами. Это первичные опухоли, нерецидивные. У пациента отсутствует иммуносупрессия, не проводилось какое-то предшествующее лечение. И морфологический вариант – это узловой или поверхностный базально-клеточный рак в отсутствии первоневральной инвазии. Группа высокого риска относится опухоли, как правило, рецидивные, с размытыми границами, располагающиеся в зоне лица. При этом также важен размер данного образования. Как правило, в группе высокого риска, вне зависимости от размера, является рецидивная опухоль. Это опухоль, которая возникла на месте уже ранее проведенной лучевой терапии. Но это агрессивный морфологический вариант опухоли. Инфильтративный, микрозелковый, базально-плоскоклеточный, типический базально-клеточный рак. При этом, если рассмотреть локализацию, расположение базально-плоскоклеточного рака кожи, выделяют три группы риска. Низкий риск – это опухоль, располагающийся на тулбящей конечности, с исключением ладоней и ногтевых фаланг. Группа промежуточного риска – это опухоль, располагающийся на коже щек, лба, волосистой части головы, шеи и голени. И группа высокого риска, так называемой зоны лицевой маски. Понимание того, к какой группе риска рецидива относится пациент, мы принимаем решение о его лечении. И принципиально важным является разделение на группы низкого риска и группы высокого риска. При этом методы лечения включают в себя как хирургическое лечение и лучевую терапию, которые в основном применяются при лечении группы высокого риска и при этом хирургическое сечение является предпочтительным методом. Учевая терапия применяется в том случае, если пациент либо самостоятельно отказывается от хирургического лечения, либо по каким-то причинам его выполнения невозможно. И также большое количество методов местного лечения или методов топической терапии, к которым относятся методика фотодинамической терапии, методика микрографической хирургии по методу МОСС, методика криохирургии, кируэтаж с электродиссекцией и местное лечение специальными мазями. Первый метод местного лечения является кюринтаж с последующей электродисекцией. Как правило, данный метод лечения применяется при наличии базально-клеточного рака низкого риска и небольших размеров. Выполняется, как правило, три цикла данной процедуры. Это достаточно быстро. Но при этом, по данным клинических исследований, риск рецидива может составить до 20%. При этом данная методика очень сильно зависит тот опыт доктора, который выполняет данную процедуру. При этой процедуре невозможно оценить краорезекции, поскольку выполняется, по сути, инцизионная биопсия опухоли, причем фрагментарно. И данный метод лечения нежелательно использовать в зоне роста волос, поскольку это приводит к рецидивам и распространению опухоли по волосяным фолликулам, которые в последующем потребуют хирургического лечения. На данном сцене представлена пошаговая методика проведения данной процедуры. Сначала отмечается зона опухоли, потом при помощи специальной кюретки выполняется удаление данного образования. При этом доктор визуально и пульпаторно ощущает по плотности. Нормальная, не пораженная кожа, по сравнению с мозально-каличным браком кожи, она более плотная. Выполняется выскабливание таким образом до нормальных кожных покровов и выполняется затем электрокоагуляция с целью гемостаза и происходит завершение лечения. На данном слайде вы видите, например, окончательный результат выполнения данной процедуры. По QR-коду можно посмотреть видеозапись проведения данной процедуры. Следующим методом лечения, который является предпочтительным, согласно клиническим рекомендациям, практически в большинстве случаев, это метод хирургического лечения. И по данным клинических исследований, в течение 5 лет отсутствие рецидива наблюдается у 95% пациентов. Но опять же, следует понимать, что данный процент относится не ко всей коговороте пациентов, а, как и правило, на пациентов группы низкого риска. И поэтому существует огромное количество факторов, которые влияют на данный процент. И при хирургическом иссечении большой вопрос, который является дискутабельным, и в клинических рекомендациях он тоже отражен, это какой должен быть минимальный хирургический отступ от опухоли кожи. Безусловно, если выполняется хирургическое сечение в зоне спины и передней брюшной стенки, выполнить технически большой отступ не представляет проблемы. Но что делать, если опухоль большого размера располагается, например, в зоне лицевой маски? И в этом случае приходится минимизировать данный хирургический отступ, поскольку помимо отсутствия рецидива у доктора задача сохранить качество жизни и достичь оптимального для пациента косметического результата. На данном случае представлен пример классического хирургического иссечения, которое можно выполнять либо под местной анестезией, либо в условиях общей анестезии. При этом хирургический отступ он зависит также от групп риска. И вообще группа риска является ключевым моментом в выборе той или иной тактики лечения. А если мы рассмотрим пациента с низким риском рецидива и отсутствием каких-то анатомических, косметических ограничений, то рекомендовано выполнять 3 мм и более хирургический отступ. Если же у нас есть анатомические ограничения, например, от операции в зоне лица или самой сложной зоны – это перорбитальная область, тогда допустим хирургический отступ в 2 мм. Если мы говорим о пациентах с высоким риском рецидива и при наличии первичной опухоли рекомендован по возможности соблюдения хирургического отступа в 5 мм, а в случае рецидивной опухоли – это выполнение хирургического отступа в 6 мм или выполнение микрографической хирургии по методу МОСА. Данный метод является методом выбора для лечения базально-клеточного рака именно высокого риска. Данный метод предполагает интероперационную оценку всех кровёв резекции, и только после достижения кровёв резекции данный метод лечения прекращается. Но отличительной особенностью, которая может представлять дискомфорт для пациентов, это то, что закрытие раны осуществляется только после достижения отрицательных кровёв резекции. То есть пациент может достаточно длительное время находиться с ранами, которые заживают вторичным натяжением. При этом, по данным клинических исследований, частота рецидива в течение 5 лет составляет 1% для первичной опухоли и 5,6% для рецидивной опухоли. Но опять же, это цифры средние, их нельзя экстраполировать на абсолютно всех пациентов, и индивидуальные факторы прогноза, они также очень важны. На данном стадии представлена пошаговая методика выполнения микрографической хирургии по методу МОСА. Сначала выполняется разметка краёв опухоли, выполняется иссечение, послойное удаление участка кожи с опухоли, разделение их на несколько фрагментов, выполнение интероперационного гистологического исследования и в дальнейшем оценка. Лучевая терапия. Лучевая терапия является методом выбора при невозможности выполнения хирургических методов лечения. Противопоказаниями к данному методу лечения является наличие у пациента таких заболеваний, как сферодермия, волчанка и наличие генетического синдрома Горлина. При этом частота рецидива при выполнении лучевой терапии составляет в среднем 8,7% для первичной опухоли и 10% для рецидивной опухоли. Относительно того, какие режимы существуют при лечении базально-клеточного рака кожи, согласно рекомендациям СИЭН, существует несколько видов и зависит прежде всего от группы риска и размера первичной опухоли. Рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации предлагает нам использовать несколько режимов лучевой терапии. Как правило, лучевая терапия сопровождается достаточно длительным лечением и используется метод лечения как близкофокусная рентгенотерапия. При этом, если смотреть клинические исследования, сравнивающие хирургическое лечение и проведённое лучевую терапию, то данные исследования говорят о том, что хирургический метод лечения безусловно предпочтительный в плане отсутствия рецидива в течение 50 лет и более. Другим методом местного лечения, который не предполагает лучевой терапии и хирургического лечения, является использование специального крябна. Ей называется имихимод. Как правило, он используется в том случае, если проведение хирургического лечения и других методов местного лечения невозможно, или пациент отказывается от данных методов лечения. И, как правило, имеется наличие достаточно множественных поверхностных мелких очагов. При этом, по данным исследований, отсутствие рецидива в течение 5 лет у таких пациентов наблюдается 85%. Но, опять же, достаточно много индивидуальных факторов риска, которые могут влиять на данное значение. Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, предлагается несколько режимов применения данного метода лечения. И обратите внимание на то, что все они длительные. То есть минимальный срок использования данного метода 6 недель. Либо однократно в сутки каждый день, либо однократно в сутки 5 дней в неделю. То есть перерыв на выходные. И максимальный срок использования составляет 12 лет. Здесь последующая оценка эффекта. Про методику кривохирургии Георгий Георгиевич подробно рассказал. Те исследования, которые удалось проанализировать, говорят о том, что частота рецидива в среднем составляет 3-4%. В перспективных исследованиях диапазон достаточно широкий, составляет от 5 до 39%. При этом следует обращать внимание на ту кого-то пациентов, которые были включены в это исследование. И исследователи в приведенных исследованиях считают ограничение косметический результат. Однако на практике косметический результат, приведенный кривохирургии, имеет не даже несколько преимуществ по отношению, допустим, к классической хирургии. Методика фотодинамической терапии также отражена в клинических рекомендациях Министерства здравоохранения Российской Федерации. И, как правило, применяется при поверхностных и узловых формах позвонок лечечного рака. При этом эффективность лечения оценивается до 70-90%. А полный регресс опухоли в течение двух лет достигает до 78%. Методика фотодинамической терапии основана на действии так называемого синглентного кислорода или атомарной фронтой кислорода, который является суперокислителем и в опухолевых клетках обладает, по сути, разрушающим на них воздействием. Ограничениями данного метода является то, поскольку это системное воздействие вводит специальный препарат аграхлорина на пациенту, и у пациента наблюдается в течение нескольких дней светочувствительность. Существует несколько исследований, которые сравнивают тот или иной метод местного воздействия, как правило, с сравнением криохирургического метода лечения с фотодинамической терапией. Как правило, критериями оценки эффективности это является отсутствие рецидива и косметический результат, который оценивается пациентом. То есть это критерии, которые сильно зависят от пациента, именно косметический результат. И системная лекарственная терапия применяется у пациентов, как правило, с рецидивным или метастатическим базально-клеточным раком кожи, несмотря на то, что пациент на метастатический форм базально-клеточного рака он крайне низкий, и по ряду данных он составляет от 0,001 до 0,006%. То есть это крайне редкие случаи, но тем не менее они бывают. И рекомендован препараты, основанные на ингибировании сигнального пути Hedgehog. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...